Кыргызская республика традиционно является преимущественно аграрной страной. Приоритетными в экономическом развитии здесь, как правило, считается растениеводство и животноводство. Сельское хозяйство обеспечивает занятость более половины работоспособного населения страны и дает пятую часть ВВП. Природно-климатические условия Кыргызстана, чистая экология, неисчерпаемые водные запасы позволяют производить экологически чистую и весьма востребованную в современном мире сельскохозяйственную продукцию. В нашем репортаже речь пойдет о кыргызстанцах, которые умело применили к местным условиям экспертные знания и технологии из Нидерландов и добились успеха в сельскохозяйственном производстве. В Кызулункурском Айлокмэту Базар-Кургонского района Джалабадской области проживает более пяти с половиной тысяч человек. Местные жители в основном занимаются животноводством. Эта местность является частью уникальных орехоплодовых массивов. Продажа грецкого ореха на протяжении многих лет неизменно остается значительным источником дохода местных жителей. У меня всего 4 гектара. За один гектар аренды тысячи сомов оплачиваем лесхозу. Иногда урожай плохой, а иногда хороший – 2-3 тонны ореха. Тяжело собирать в горах, на машине туда не добраться, добираемся на лошадях. Обычно продавали на рынке. Сейчас 40% урожая сдаем кооперативу. На фоне кризисных явлений, имевших место в стране, ореховый бум в начале 2000-х помог местным жителям улучшить свое финансовое положение. Ядра грецкого ореха покупали посредники, которые перепродавали турецким предпринимателям. А позже и сами турецкие бизнесмены открыли здесь пункты приема и сами устанавливали цены. Так продолжалось вплоть до 2013 года. А три года назад ситуация кардинально изменилась. В 2013 году благодаря компании «Агролит» мы создали кооператив, куда вошли 220 членов из пяти лесхозов – Кызылункур, Каба, Орток, Раума, Хызылбаш. Теперь наш кооператив сдаёт орехи местной компании «Вега плюс». А она, в свою очередь, продаёт продукцию голландской компании на принципах «фейртрейд». Это означает введение справедливой торговой деятельности без посредников, что приводит к установлению справедливых цен. Принципы «фейртрейд» означает, что покупатель сельхозпродукции приобретает её напрямую у производителя по справедливой в местном контексте цене, покрывающей себестоимость и гарантирующей производителю удовлетворительный достаток. Кроме того, фермерам и трудящимся оказывается дополнительная финансовая поддержка, направленная на улучшение условий их жизни. При этом фермеры сами распоряжаются выделенными им ресурсами. В процессе производства товаров строго соблюдаются экологические требования и обеспечиваются хорошие условия для работников. Во-первых, цена, по которой мы сдаём орехи компании «Вега плюс», выше, чем на рынке. Во-вторых, в 2014 году мы отправили первую партию ядер грецкого ореха в Голландию и получили сертификат на премию в 10 тысяч долларов от Fairtrade. На эти средства члены кооператива решили улучшить инфраструктуру и сделать ремонт единственной школы. «Наша школа расположена в 60 километрах от райцентра в горной зоне. Это трёхэтажная типовая школа, рассчитанная на 925 учеников. Но в действительности детей намного больше, и учёба идёт в две смены. Долгие годы мы не могли отремонтировать крышу здания. Кооператив выделил нам 50 тысяч сомов. Я сама являюсь его членом». «У нас в горной местности часто идут проливные дожди. В селе Косотирек дожди постоянно смывают дорогу. Люди не могут проехать по ней. Так вот, члены кооператива на премиальные средства построили там мост, а в местности Джаскичу отремонтировали дорогу». Поставка на европейский рынок отечественного грецкого ореха напрямую и связанные с этим позитивные перемены в жизни жителей Хазункура стали возможными благодаря голландской организации Fair Match Support. В 2013 году голландская компания совместно с кыргызской консультационной организацией Агролит инициировала проект по построению международной цепи добавленной стоимости по грецкому ореху, основанной на принципах системы Fair Trade. Предпосылкой этой инициативы стал интерес крупной европейской торговой компании «Интерснек» в закупе очищенных ядер грецкого ореха из Кыргызстана. Для сотрудничества была выбрана местная компания «Вега Плюс», которая с 2002 года занимается экспортом продукции лесного хозяйства в дальние зарубежья, но не напрямую, а через посредников. После того, как мы познакомились с голландской консалдинговой компанией Fair Match Support, у нас дела продвинулись. Мы в рамках проекта начали изучать, они нас начали обучать, что такое стандарты пищевой безопасности. Еще одно требование было стандарта Fair Trade. С помощью вот этих консалдинговых компаний они нас обучили, мы подали заявку и получили в 2014 году сертификат Fair Trade. Цех компании «Вега Плюс», куда идут те самые отборные грецкие орехи, собранные кооперативом Кыргызстукой Байлигэ, оснащен современным оборудованием и отвечает европейским стандартам пищевой безопасности. Здесь орехи очищают от скорлупы, а ядра герметично упаковывают. В 2014-2015 году мы осуществили поставку трех контейнеров нашей продукции, где-то около 60 тонн продукции в Голландию поставили. К нашей радости, анализы показали, что наш грецкий орех очень хорошего качества, то есть соответствует их требованиям. Дальше собираемся наращивать эти поставки. В этом году, например, собираемся экспорт довести до 100 тонн. Нам потребовалось огромное количество времени, чтобы обучить людей по стандартам пищевой безопасности и чтобы пройти сертификацию и получить сертификат Fairtrade. Вторым таким основным вызовом стали стандарты пищевой безопасности, потому что требования Евросоюза к стандартам пищевой безопасности довольно высокие, поэтому перед нами стояла большая задача внедрения стандартов пищевой безопасности ХАС на предприятии переработчика местной компании «Вегаплюс». Перед консультантами стояла задача, чтобы мы могли выстроить доверительные отношения между производителями, покупателями и европейской компанией. Этим летом представители голландской компании «Интерснек» приехали в Кыргызстан. Они встретились с членами кооператива «Кыргызстукой Байлигэ», провели для них тренинги и лично убедились в том, что здесь соблюдается все стандарты Fairtrade, в том числе по сохранению биоразнообразия. Голландская компания «Интерснек» является частью крупной европейской компании. Она имеет более 25 заводов по всей Европе и производит все виды снековой продукции из грецкого ореха, фисташек, кешью, картофеля и других продуктов. Менеджер по закупкам Sven Beking подчеркивает, что компания заинтересована в поставке грецкого ореха из Кыргызстана. «В этом году мы нацелены на большие объемы. Надеемся, совместно с «Вегаплюс» и кооперативом Кыргызстукой Байлигэ придем к взаимовыгодному решению для дальнейшего ведения и развития совместного бизнеса. Помимо этого, планируется экспорт грецкого ореха как органического продукта. В данный момент идут все работы для получения сертификата «Органик». «Думаю, это увеличит объемы экспорта кыргызстанского грецкого ореха». Строительство современных логистических центров является одним из приоритетов, определенных Министерством сельского хозяйства и мелиорации. Наша следующая история является образцом того, как на деле могут быть реализованы положения, которые превращаются в реальные проекты, которые становятся прорывными и влияют на экономику целых регионов страны. «В этом помещении мы держим абрикос. Комнатная температура помещения плюс 2 градуса. Почему? Потому что если мы его не охладим, она может испортиться. Мы его быстро охлаждаем. Это получается на краткосрочный период. Охлаждаем, потом упаковываем эти ящики, то есть завязываем лентой и потом опять грузим фуры и она едет в Россию». Логистический центр в Сокулуке или компания «Агропродукт Азия» – единственное предприятие в Кыргызстане по холодному хранению и переработке фруктов и овощей. Оно оснащено самым современным оборудованием и отвечает международным стандартам. Вот уже год, как компания «Агропродукт Азия» экспортирует свежие овощи и фрукты в страны ЕАЭС. Невозможность хранения овощей и фруктов на долгий срок является чуть ли не главной проблемой наших фермеров, которые вынуждены продавать свой урожай по низкой цене из поля. Десятки, сотни тысяч тонн капусты, моркови, лука пропадали до того, как фермеры успевали их продавать. Сколько крестьян вот уже более 25 лет ведут убыточное хозяйство только из-за того, что у нас не было и пока нет хранилищ, где можно было бы сохранить продукты в свежем виде. «У нас есть овощехранилища, которые остались с советских времен, но логистических центров международного стандарта почти нет. И мы в правительстве работаем над увеличением их количества. Да, мы можем похвастаться органической продукцией, но есть проблема с их хранением на протяжении всего года». Охлаждение, хранение, мойка, калибровка и упаковка овощей и фруктов стали возможными благодаря применению в логистическом центре новейшего оборудования и технологии голландской компании «Хейерловс». Компания вот уже 80 лет успешно занимается проектированием, производством хранилищ холодного типа и установкой оборудования и занимает лидирующие позиции в этой области в Европе. Она обеспечивает хранение всех видов сельскохозяйственной, мясомолочной и рыбной продукции. «Само инженерное решение, которое позволяет эффективно использовать данное оборудование. Поэтому это была одна из причин, к которой мы выбрали компанию «Хейерловс». И второе то, что у нее богатый опыт, почти 100 лет работы по всему миру практически. Они дают полностью решение, по которому их специалисты, их специалисты под их контролем, они сами все достраивают, каждую деталь сами доводят, так сказать, до ума. Сами занимаются наладкой оборудования. И они дают не просто холод, они дают двери, то есть какие-то монтажные материалы, которые более качественные по сравнению с аналогами». Голландские технологии в области строительства теплиц, логистических центров идут впереди. Это самые передовые технологии в Европе. Их отличительной чертой является не только высокое качество, но и экономия электроэнергии. В холодильных помещениях для каждого вида продукта через компьютер задается определенная температура охлаждения. При этом технолог может сделать это через смартфон в любом другом месте. «Основное наше конкурентное преимущество – это высокое качество продукции. Мы предоставляем нашим подрядчикам-заказчикам не только продажу материалов, но и послепродажное обслуживание, проводим тренинги для персонала, технический супервайзинг. При строительстве мы находимся с ними в постоянной связи, ведем консультации по поводу организации хранения фруктов и овощей». В сентябре 2014 года по инициативе посольства Нидерландов и советника по экономическим вопросам господина Вилка Рогенкампа прошла первая торговая миссия голландских сельскохозяйственных компаний в Кыргызстане. Более 130 кыргызских аграриев пришли на встречу с голландскими партнерами. «Да, эта идея возникла во время нашей встречи с господином Вилку Рогенкампом. Более 18 голландских компаний презентовали свою продукцию, провели трёхдневный семинар для наших фермеров и предпринимателей. Правительство поддержало эту торговую миссию. Ведь голландские технологии – самые передовые во всём мире. Да, когда мы говорим о Голландии, то представляем тюльпаны. Но эта страна ушла далеко вперёд в сфере сельского хозяйства и обработки молочных продуктов». Во время этой торговой миссии завязались и первые контакты представителей голландских компаний с кыргызскими предпринимателями. «Что меня поражает больше всего – здесь огромное количество высококачественных фруктов и овощей. И обидно, что при таком природном богатстве у кыргызстанских фермеров нет технологий для обработки, хранения и поставки на международные рынки. Не хватает здесь и сортировочных линий, моющих установок. Линий подоработки и обработки тоже не хватает». Благодаря сотрудничеству с голландской компанией «Хейерловс» агропродукт «Азия» расширяется и строит новый овощехранилище. «Обородник называется Юла. То есть это технология, при котором, допустим, яблоки мы можем хранить 12 месяцев без потери качества. То есть это ограничение кислорода, сжатие, то есть выкачивается воздух, но кислород не остается в камерах. И при помощи таких веществ, как этиленгликоль, идет охлаждение. То есть это, в первую очередь, безопасно для окружающей среды. Второе – это позволяет экономить электроэнергию». «Мы гордимся результатами, которых мы достигли с компанией «Агропродукт Азия» и господином Арстанбеком. Мы построили прекрасный склад по последнему слову техники. У данного проекта намечается последующее развитие и новые планы. Особые слова благодарности хочу выразить посольству Нидерландов и голове экономической секции Вилка Рокингампу, благодаря которым все это стало возможным». Кыргызстан имеет огромный потенциал в развитии сельскохозяйственной отрасли. 60% населения живет в селе. Наличие голландских компаний на рынке Кыргызстана дает надежду, что в будущем, перенимая их опыт и сотрудничая с ними, отечественные сельхозпроизводители смогут решить многие проблемы. Начиная с выращивания экологически чистых овощей и фруктов, их хранения и транспортировки, заканчивая реализацией на рынках стран ЕАЭС.